МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Иисус шел по морю. Кстати, мы ученики Иисуса. Если наш учитель Иисус едет по морю, разве не будет удивительно? Сначала мы трясемся, думаем, что это призрак. Представляете, какой страх? Смотрит, какой-то человек к ним идет по морю. Но когда они узнали, что это Иисус, представляете, какая радость их переполнила? Смотрите, наш учитель Иисус даже по морю идет. Смотри, смотри. Он даже успокоил бурю. Наш учитель действительно удивительный. Прошлый раз он уже даже и хромово исцелил. И слепого он сделал зрячим. Мне совсем непонятно, как можно идти по морю. Кажется, это даже сон. Да, наш учитель очень великий человек. Наверное, ученики так подумали. И среди учеников был Петр. И Петр сказал Иисусу. А Петр же сказал ему в ответ, Господи, если это ты повели мне прийти к тебе по воде. Да, то есть у Петра сразу же появилась такая мысль. Я тоже хочу идти по морю. Наверное, он позволит, чтобы я тоже мог идти по воде. Если Господи, тогда скажи мне, чтобы я тоже шел по воде. Да, у Петра появилась такая душа. Да, наверное, такая мысль была не только у Петра, но и других учеников. А есть люди, у которых стена душа очень такая толстая? Это какие люди? У них такая большая стена души. Поэтому, как бы ты там не искал, ты не можешь найти его душу. Но у кого тонкая стена души? Сразу видно, какая у него душа. Да, душа Петра очень легко можно обнаружить. У нее, наверное, не такой характер, чтобы прятать свою душу. Просто все, что у него есть в душе, он показывает. Он рассказывает, выгрожает. Наверное, Петра был таким человеком. Господи, если ты Господь, тогда пожалуйста, позволь, чтобы я тоже шел по воде. Тогда Иисус говорит, да, выйди из лодки. Тогда Петр начал идти по воде. Действительно, челюсть Господа он начал идти по морю. Это история, которую мы прочитали. Почему она может быть для нас большой силой и помощью? Иисус шел по морю. Да, но Иисус это же сын Бога, поэтому почему бы невозможно? Это вообще очевидно. Разве есть то, что не подвластно Иисусу? Иисус еще больше может сделать, чем это. Поэтому то, что идет по морю, это нормально. Но что нам говорит Библия? 14 главе Евангелия Матфея. Здесь не написано, что только Иисус шел по морю. А что говорит нам Библия? Что не только Иисус шел по морю, но и Петр шел по морю. Правильно. Так нам говорит Библия. Например, не Петр, а Андрей говорит, Иисус, я тоже хочу идти по морю. Тогда Иисус сказал бы, иди. Иоанн говорит, нет, я тоже хочу. Ты тоже иди. Фома говорит, я тоже хочу идти. Да, Фома, ты тоже иди. Яков тоже. Яков тоже, я тоже хочу. Ты тоже иди. Ама, что-то, наверное, все бы ученики могли бы идти по морю. Знаете, Господь говорит нам удивительную вещь. В тот момент был Петр. Пастора Уксупака в тот момент не было. В тот момент был Яков. Брата Лионмина не было в тот момент. Но сейчас кто есть? Петра нету сейчас. Но есть пастор Уксупак. Иисус, который шел в тот момент по морю. Ой, так много времени прошло. Аж 2000 лет прошло. Все, я уже не могу идти по морю. Разве Иисус так скажет? Ни в коем случае так не скажет. Вы же знаете. Иисус Христос. Что вчера, что сегодня, что вечно. Он будет одинаковым. Правильно. Он вечно одинаковый. Если в тот момент он шел вместе с Петром по морю. А если Иисус в тот момент шел по морю с Петром. Сейчас нет ни Петра, ни Якова, ни Иоанна. Но если Иисус тот же. То и может не с Петром, но с любым человеком Иисус может идти по морю. Да я не могу стать идти по морю. Но если Иисус со мной будет. Если я буду идти вместе с Иисусом. Тогда не только я буду идти по морю. Но даже в Царство Небесное, которое находится за космосом, мы сможем пойти. Правильно. Тогда посредством Иисуса. Как мы сможем пройти через такие трудности? Говорят, что через какой-то проходить. А знаете, чтобы поверхность космоса пройти. Ракета проходит через оболочку Земли. И говорят, что это столкновение с оболочкой Земли очень сильное. И поэтому, когда ракета сталкивается, тогда очень большая температура растет. Поэтому космическому кораблю подсоединяются в специальный слой. И чтобы пройти через оболочку Земли, надо большая скорость. Когда ты проходишь и входишь в оболочку Земли, тогда очень большое столкновение. Поэтому нужна быть какая-то определенная скорость. Только тогда ты сможешь пройти оболочку Земли. Но с этим телом, как мы сможем пройти? Знаете, у нас даже нет силы и возможности, чтобы мы как-то могли себя окружить этим слоем специальным. Знаете, когда мы изменимся, и мы приобретем новое тело. Библия написана, что когда Господь придет, мы изменимся. У нас будет такое же тело в Иисуса Христа. И мы попадем в вечный мир, новый мир, который находится за космосом. Но живя в этом мире, Но мы находясь в себе, мы очень слабые и немощные люди. От маленьких вещей мы получаем большое влияние. Но Иисус не такой, как мы. Иисус, наступая на эти проклятия, может идти. Иисус, который ходит по космосу, вместе с нами, может идти по космосу. Поэтому, если мы будем держаться за руку Иисуса, Иисус, это тот, который может сделать невозможные вещи для нас. Да, и мы, это драгоценное братьевство, когда могут делать невозможные вещи для человека. Смотрите, Евангелие, Матфея 14 глава, очень точно показывает, как Петр вместе с Иисусом идет по морю. Тогда, если мы будем вместе с Иисусом, Петру, мы не будем вместе с Иисусом, Тогда не только Петр, но и мы, если будем с Иисусом, сможем идти по морю. Поэтому разные маленькие, большие проблемы, если мы будем с Иисусом идти, Тогда мы сможем идти по ним, а не впадать в проблемы. Но Библия еще подробнее, чуть-чуть, яснее объясняет нам. Смотрите, Петр шел к Иисусу. И когда Петр шел к Иисусу, надо идти, смотря только на Иисуса. Увидел, что большая волна идет прямо к нему. Ой, есть эта волна, я же утону, я же утону. Петр, который должен был смотреть на Иисуса, Он посмотрел не на Иисуса, а на волну, на воду. Это тот подкойн, который был в душе через Иисуса у Петра, исчез полностью, и только страх его окутал. Страх — это не душа Иисуса. И когда пришел страх, Петр начал тонуть в воде. Знаете, Он шел по воде только что. Иисус тоже. До того, как левая упадет, правая подставляла, когда правая тонет, тогда левая подставляла. Так что Петр, когда левая начинала тонуть, подставлял правая, когда правая начинала левая подставляла. А потом Петр начал, увидел волну. Когда он увидел воду, Страх начал наполнять его душу. А когда появился страх, Он начал утопать. Смотрите, какая разница, когда он шел по морю, когда он начал утопать. Когда он шел, тогда он шел в душе Иисуса. А утопать начал, когда у него в душе появился страх, смотря на воду. И когда он боялся, и когда у него есть душа Иисуса, он полностью другой. Поэтому, когда же мы живем в этом мире, люди живут разными переживаниями, трудностями, препятствиями и страданиями в жизни. Но если мы внимательно посмотрим, Смотрите, Иисус был на земле 33 года. Порой Иисус залкал. Порой Иисус уставал. Да, были такие моменты у Иисуса. Но Иисус нигде не утопал и никогда не падал. Тогда и в нашей жизни бывает, что мы идем по такой проблеме, подобно как морю, идем по таким путям, которые похожи морю. Тогда, 여러분, что-то пунктам, Петр, он 무서웠, и 빠져들гал. Смотрите, Петр начал утопать, когда увидел волну, и когда страх появился у него. Допустим, вы заболели болезнью рак. Многие люди умирают без заболезнью рак. Я, наверное, тоже могу умереть. Такой страх точно появится у вас. Но, идя по морю, в котором были волны, буря, что мы точно можем знать? Наша душа, смотря на волны, начинает бояться и начинает утопать. А Иисус шел по морю, в котором была буря и был волны? Когда Петр мог идти по морю, с какой душой он шел? Он шел с душой Иисуса. А душа Иисуса, смотря на бурю, он не боится, не страдает, не печалится. Знаете, долгое время живем в Иисусе. Знаете, моя душа часто менялась, на самом деле. Но порой бывало, что я находился в душе Иисуса. И порой, когда я молился перед Господом, Иисусом, я в Тегу, когда я был в Тегу, из-за того, что не хватало пищи, я очень много молился. Мы очень часто голодали. И много раз я молился за пищу перед Богом. И когда я молился, что я видел? Какая у меня душа появляется? Я сначала молюсь, Господь Бог, пожалуйста, дай мне пишу, дай мне деньги, даже, пожалуйста, уголь для утопления. Сначала я точно молился за пищу, за уголь, за деньги. Но во время молитвы... Я увидел, что моя молитва идет совсем в другую сторону. Но я увидел, что Иисус держит мою руку, и мою пасть идет. То место, в котором я начал молиться, это было место, где холодно, где голодно, и где нища. Я, у которого есть плоть. Мне было очень трудно пережить нищету, бедность, а голодность, а то, что не холодно. И пока я не замечал, я сам говорил, Господи, мне хочется есть. Мне холодно, Господи. Мы очень бедные. Пожалуйста, дай мне денег. Да и, пожалуйста, уголь для утопления. Да и, пожалуйста, пищу. Как я молился и шел вперед. Но когда я молился и когда шел, что было удивительно? Что, направление моей молитвы начинает постепенно меняться. А в то место, в котором я начал молиться перед Богом, это было холодное, голодное, бедное место. Но когда я долгое время находился в молитве, когда я почувствовал, что я нахожусь перед престолом Божьим, моя душа, то, что холодно уже не стало холодно, то, что мне холодно уже не стало холодно. То, что я бедный, я тоже забыл об этом. И я начал полосу отопать в душе Бога. Господи, в Тихом океане столько островов есть? Интересно, какие же там люди живут? Интересно, жители Тихостров что носят, что едят? Кто сможет передавать таким людям Евангелие, Господи? Пожалуйста, Господи, позволь нам начать миссионерскую школу. Позволь, чтобы мы могли воспитать служителей Божьих. И чтобы в каждое остров, которое есть в Тихом океане, мы могли отправить миссионера. Господи, я никогда не был в Африке. Что же делают африканцы, и что же они едят? Кто сможет передавать это Евангелие в Африке? Господь, позволь, чтобы у нас были служители, которые могут передавать Евангелие в Африке. Знаете, такую молитву я начал читать перед Богом. Я был удивлен. Господи, пожалуйста, позволь, чтобы мы могли отправить миссионера по всему миру. Да и позволь, чтобы мы могли напечатать книгу и издать во всем мире. Господи, пожалуйста, позволь, чтобы мы построили свою телестанцию и передавали это слово. Такую молитву я говорил перед Богом. Потом я говорю, молились во имя Иисуса Христа и заканчивая молитву. Знаете, после молитвы, я смотрю, мне смешно самому. Человеку, у которого нет еды, нет даже угля, чтобы топить дом. Как он может начать миссионерскую школу? Как я могу управлять телестанцией? Как я могу издать книгу, чтобы с ним передавать Евангелие? Мне казалось, что это чушь. Мне стало смешно самому даже. Смотрю на это, то, что я говорил, мне смешно. И на следующий день я снова начинаю молиться. Но даже в тот день я начинаю молиться, и Бог снова делал, что я молился так. Я еще раз молился. И снова я молюсь подобным образом. Я не старался так молиться. Просто мне нужны были... Помимо этого я убогу ничего не требовал. Мне, Семьорише, нужны были уголь для отопления. Корее, зимой очень холодно. И поэтому без угля проводить, сему, было очень мучительно. Мне всего лишь нужны были деньги. Но когда я молился, я уже по-другому говорю перед Богом. Я тогда понял. А, Иисус. Он взял руку мою, когда я мою саду, и ведет меня перед престолом Божьим. И дело, чтобы я таким образом молился. Когда я нахожу перед престолом Божьим. Я забываю, что я нищий. Я мог забыть, что мне голодно. Я мог забыть, что мне холодно сейчас. И когда я вернулся на землю снова. Да, я находился в очень холодной комнате. Мне было очень голодно. Я был очень бедный. Но я почувствовал, что Господь Бог, держа мою руку, он ведет к престолу Божьему. Я никогда не планировал остырить телестацию. Я не думал, чтобы издать какую-то книгу мою. Я ни разу не думал, что я отправлю миссионеров по всему миру. Но однажды я понял. А Господь Бог берет мою руку. И делать, чтобы я шел к скале молитвы. И это тот, который говорит, чтобы я открыл телестанцию, это не я. Это Бог говорит. Тот, который сделал, чтобы я молился, чтобы я мог издать книгу, это сделал Бог сам. То, что я молился, чтобы Бог отправил миссионеров в острова, которые есть в Сихом Океаноне, это сам Бог сделал. А в этом году я был в Австралии и Новой Адрианне. А я был в Новой Зеландии, и возле Новой Зеландии есть много островов. И в этих маленьких островах там нет университетов, там очень плохая школа. И поскольку у них нет производства, они очень бедно живут. Студенты из маленьких островов приехали в Новой Зеландию учиться. И потом они встретили миссионера, получили спасение и возвратились в свои острова. И драгоценные деяния Евангелия произошли в этих островах. Знаете, в этих островах, или на островах Соломоновой, там было большое деяние Божие. Когда я был на Гавайях, Гавайи, они принадлежат островам Полинезия. Знаете, есть три, так скажем, точки. Полинезийские, Майкронезийские, Меланезийские, и Меланезийские. Есть три, так скажем, островы. И поскольку Гавайи очень далеко находится от Пизи. Я понял, что Гавайи, значит, принадлежали полинезийским островам. А я думал, Пизи, это Майкронезийские острова. Но в этот раз мне сказали, что Пизи тоже принадлежат полинезийским островам. А вот девушки полинезийские, это какие? Они очень высокий рост там. Они вот такие должны быть большие, тогда они их должны быть красивыми. Я поехал на Гавайи и сфотографировался местной красавицей. Перед ней я как будто младенец, а она мама. Я поехал в этот раз в Новой Зеландию. И там была одна женщина. Она была очень высокая рост там и большая здоровая. Я сказал ей, смотря на эту женщину, Если вы поедете в полинезийские острова, вы будете красавицей. Знаете, что она сказала? Пастор, я живу в острове полинезийском. А, этот остров тоже полинезийский? А жители полинезийских остров начали получать спасение. Я увидел, что в многих островах люди начали получать спасение. Знаете, я знаю. Иисус сказал Петру, иди, иди. Тогда Петр смог идти по воде. Иисус мне говорит, иди по морю. Тогда я смогу тоже идти по морю. Что сказал Иисус мне? Да ты вот так молись. А чтобы начать миссионерскую школу? И чтобы на все острова могли отправить миссионера. Если Господь сделал, чтобы я так молился. Тогда я верю, что Господь совершит это. И потом прошло много лет, и я увидел, что я езжу по островам и передаю Евангелие на Тихом океане. И потом я увидел, что мы открыли телестанцию в разных странах и начали передавать слова через телестанции. И потом я увидел, что мы издали книги и многих странам начали передавать Евангелие через книгу. Когда мы с Иисусом идем по дороге, то у меня появилась такая вера, что мы сможем совершить такие удивительные вещи, которые даже представить не можем. Мы не думали, но Бог позволил нам открыть телестанцию свою. У нас были очень большие недостатки в управлении телестанцией. Но Господь позволил, чтобы через телестанцию мы могли передавать Евангелие в многие страны. И даже сейчас я передаю слово через телевидение, поэтому я очень благодарен Господу Богу. Мы не можем идти по морю. Даже маленькие проблемы начинаем утопать. Но если будем вместе с Иисусом, если будем идти вместе с Иисусом, если через Иисуса будем, тогда мы и по морю сможем идти. Мы сможем совершить драгоценную волю Бога. Я твердо верю, что Бог будет являться через нас Его волю. Не у нас должна быть сила, а через силу Иисуса. Как Петр, мы также сможем идти. Спасибо. 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 Спасибо.